Итак, бедность не должна была бы существовать. Она создана искусственно. Я думаю, чтобы быть бедным, надо приложить больше усилий, чем для того, чтобы жить в изобилии. Я говорю в первую очередь о бедности в питании. Нужно столько приложить усилий. Даже для самого маленького участка люди покупают культиватор или мотоблок, якобы чтобы вспахать землю. А на самом деле, чтобы убить ее. Жили же мы миллионы лет без всего этого. Жили в согласии с природой. Природа это и есть изобилие. Растительное изобилие. Как ты пришел к холмистому садоводству такого типа? Эта идея пришла от американки Рут Стаут, которая подсмотрела у природы, что никто в лесу не пашет, а все растет. Почему же мы должны вспахивать? Она заметила, что природа укрывает почву. И она начала покрывать почву 30-сантиметровым слоем сена, вообще не трогая почву. Она только ее покрывала. Она клала картошку на сено и покрывала сверху сеном. И это очень хорошо работало. Вот и книга, которая подбросила мне эту идею. Также в лесу я увидел, что из мертвого дерева прорастают молодые сосны. Прямо из мертвого дерева, а не около него. Ты просто наблюдал за природой, только и всего? Да, немного. Как сделать холмистую грядку? Выкопайте углубление в земле и наполните его стволами упавших деревьев. Чтобы избежать воздушных щелей между стволами, заполните все свободное пространство ветками и растительным материалом. И тщательно все утрамбуйте. Сверху нужно уложить землю слоем в 20 сантиметров. Еще сверху положить слой сена. Сажайте семена прямо в почву, раздвинув слой сена. После того, как росток достаточно подрос, слой сена нужно сдвинуть. Я думаю, что в детственном лесу все происходит именно так. Дерево, прожив свою жизнь, падает, ветки ломаются, листья опадают, покрывая дерево. И так налаживается круговорот. Упавшее дерево дает ресурсы новым саженцам безо всякого вмешательства человека. Так получаются природные холмы. Так что ты стараешься подражать природе? Да. Итак, тут есть кое-что стоящее, чтобы это показать. Это артишоки высотой метр двадцать. Которые были просто посажены в землю безо всякой предварительной работы. Почва тут глинистая. А здесь что-то типа дерева. Это те же самые артишоки, но посажены на возделанную грядку с помощью стволов упавших деревьев. Получился лес. Я никогда такого не видел. Теперь абсолютно понятно, что разница очевидна между этим и этим. Тут у тебя везде глинистые почвы, очень твердые, слипшиеся. Да. Да, это желтая глина, фактически это бетон. Но я хочу вам сказать, что через шесть месяцев у вас будет плодородный слой почвы, если вы будете практиковать эту методику. Поливать не нужно. В зависимости от климата, если толщина растительного слоя достаточно, единственный момент, когда вы можете немного увлажнить растения, это когда вы их пересаживаете. То углубление в почве, заполненное стволами, служит как водный резерв. Похороненные стволы деревьев ведут себя как губки. Они удерживают воду. Толщина растительного слоя 20-30 сантиметров. Это удерживает влагу. И совсем не надо их поливать? Ты же посадил их сегодня утром. Нет, потому что земля влажная. Под слоем сена она влажная. Вон там было немного сухо. Я полил. Ну, обычно я не поливаю. Единственный момент, когда ты поливаешь, это если ты пересаживаешь растения на новое место. Да, когда пересаживаю, и то далеко не всегда. Когда ты пересаживаешь, если оно немного сухое. О, это свекла просто огромная. Если мы постоянно поливаем растения, они становятся зависимыми от искусственного полива. Какой срок службы такой гряды? Чтобы сделать такую грядку, потребуется 6 часов, а служить она будет 20 лет. То есть тебе нужно менять наполнение гряды не раньше, чем через 20 лет? Не раньше, чем через 20 лет. Нужно только обновлять растительный слой. Поддерживать, да. Нужно следить, чтобы его толщина была 20-30 сантиметров. Растительное покрытие. Ты используешь то, что у тебя под руками? Я использую все, без исключения. Ветки, листья, что нахожу в лесу на тропинках. Растительные пищевые отходы. Все может использоваться, нет исключений. Единственное исключение – цитрусовые. Потому что они тормозят процесс разложения. Растительное покрывало. Помогает сохранять влагу в почве, сокращая испарение воды. Также это теплоизоляционный материал, который защищает корни растений от жары летом и от холода зимой. Разлагаясь, сено выделяет тепло, которое мягко обогревает грядку. Полезно зимой. Еще она питает микроорганизмы и беспозвоночных, которые живут в плодородном слое. Погибая, они становятся удобрением живым и питательным для растений, как в естественных лесах. Присутствие этого слоя помогает от сорняков. Вам не придется пропалывать вообще или совсем немного. Компост. Компост, ты говоришь, вреден, потому что жар, который он производит, сжигает все живое. Да, он испепеляет все. Считается, что компост, который горит, нужен, чтобы испепелять сорняки и больные растения. Поэтому люди делают горящий компост, чтобы уничтожить все живое. Но в нашем саду нам нужна жизнь, а не пепелище. Правда, в компосте есть вещества, питающие корни, но нужно все время делать свежий компост. Но еще лучше подкладывать растительные отходы прямо в землю, чтобы почва оставалась живой. Они очень медленно разлагаются, отдавая минимальное тепло, но приемлемое. Тогда как куча компоста производит жар, который немедленно поднимается в небо. Такое тепло бесполезно. Это также верно для пней, которые мы кладем нижним слоем. Они разлагаются очень медленно, в течение 20 лет. Так что в течение 20 лет у вас сохраняется тепло. Черви, мои подземные работники, такие маленькие, но это они делают мою работу. Я не нуждаюсь во вспахивании земли или рыхлении. Это они делают за меня. Им нечего есть в компосте. Они там умрут. В компосте уже все переварено. Они нуждаются в материале еще не разложенном. Дерево и органика. Это черви создают плодородный слой почвы, работая с ним, наполняя его воздухом. Никаких химикатов, никакой обработки, никакого удобрения или навоза. Конечно же, без удобрений, без химических удобрений, без навоза, никакой обработки, ничего. Ни для того, чтобы защитить сходы растений, ничего. Осталось еще много картошки, но я не буду всю выкапывать, иначе я поврежу лук-порей. Так что ты их оставляешь в земле, таким образом, картошка, которую ты оставляешь, прорастет снова? Даже если я все выкопаю, все равно остаются маленькие корешки, которые дают новый урожай. Так как я не вскапываю землю, картошка растет постоянно, даже зимой. Вот в чем преимущество, когда мы не вспахиваем землю. Не нужно вскапывать, природа не пашет и не обрабатывает землю. Человек изобрел пахоту, тем самым объявил почву войны. Затем изобрел войну с себе подобными. Этот вид самый опасный на планете. Человек? Да. Обрабатывать и вспахивать землю – это убивать почвой. Когда мы смотрим на холмистую грядку, мы видим столько жизней вокруг, столько насекомых. Я не знаю по названию все эти микроорганизмы. Почва полна жизни. Теперь представь, что происходит, если ты приходишь на почву с плугом, который рассекает все встречное ножами. Ты на самом деле убиваешь все-все-все живое. Ничего не остается. Живые микроорганизмы – это пища растений. Когда мы все уничтожаем плугом, ничего не остается. И тогда мы удобряем землю навозом, так как в нем еще теплится хоть какая-то жизнь. Таким искусственным образом мы якобы возрождаем жизнь, которую убили до этого. Просто не убивайте жизнь. Да, так ведь проще. Да. Все говорят, да, но когда мы не вскапываем, земля слишком твердая. Да, земля твердая, но стоит ее укрыть, и вот она совершенно мягкая. Говорят, если у нас не будет тракторов, мы не сможем накормить мир. Но это неправда. Трансформируя даже небольшой участок в Эдемский сад, можно получить более богатый урожай, чем с большого сельскохозяйственного участка. Таким, если у нас не будет трактор. И еще одна деталь. Когда ты не обрабатываешь почвы, не нужно заново сажать, ведь растения воспроизводят себя сами. Да, лук-порей сам вырастает, и свекла, смородина, картофель. С морковью сложнее. Когда она воспроизводится, она скрещивается с дикой морковью. Ее сложно употреблять в пищу, она очень твердая. Тыква воспроизводится сама, кабачки воспроизводятся сами, черный редис, редиска, салаты, практически все. Таким образом, если ты ничего не посеешь в своем саду в следующем году, да, несмотря на это, у меня все равно будет кое-какой урожай. Пищевая автономия. Осенью, зимой, весной, как ты питаешься? Или твой сад плодоносит круглый год? Сад приносит урожай круглый год. Картошка у меня круглый год. Она не растет зимой, просто то, что я не собрал, остается в земле с осени. Картошка, которая не была унавожена, не замерзнет. Это невозможно. Но, будучи удобренной, картошка замерзает и разлагается. Да, картошка такая, она все еще тут. Также много лука-порея, все виды капусты, морковь, свекла и лук-порея остаются на улице в саду всю зиму. И она хранится в саду в натуральном виде? Да, я не храню все это в погребе. Даже лук есть зимой, все есть. Все виды салата, всегда все под открытым небом. Салаты сохраняются при морозе до минус 15, укрытые снегом. Потому что внутри холма сохраняется тепло. Сад полон зимой. Какая самая низкая температура была тут зарегистрирована? Минус 26. И осадков полтора метра снега. Но мы всегда так и выживали в прошлом. У каждого был свой сад. Каждая страна практически занималась сельским хозяйством. Было гораздо больше крестьян, чем горожан. Сейчас все наоборот. Мы жили миллионы лет без специальной техники. Мы жили в согласии с природой. Изобилие. Природа – это изобилие. Только не нужно постоянно объявлять ей войну. Культура электричества. Это очень древнее открытие. Кажется, еще в Египте они с этим экспериментировали. Потому что есть камни с содержанием меди. И другие с содержанием цинка. И они обнаружили, что между такими двумя камнями растения растут лучше. Так что они экспериментировали с чистым металлом, цинком и медью, чтобы получить качественный урожай. 200 лет назад один священник экспериментировал и пришел к удивительным открытиям. Он изобрел различного вида антенны, разной высоты, и с ними он часто добивался лучшего результата. Увеличил урожай вдвое. Увеличил вдвое. Да, потому что между цинком и медью есть электрическое напряжение. Мини-напряжение, естественное. Как природная батарейка. Заметно, что растения прекрасно себя чувствуют, если электрическое напряжение в почве возрастает. Кроме того, это увеличивает влажность почвы через электроосмос. Влага из нижних слоев почвы поднимается наверх к поверхности. Так что повышается жизнеустойчивость растений в периоды засухи. Я поставил антенны через каждые 7 метров. На верхушке проволока железная. Она заменяет цинк, потому что оцинкована снаружи. Небо электропозитивно. Цинк электронегативен, так что он поглощает электричество с неба. Медь служит электрическим проводником. Земля же электронегативна на самом деле. Из-за грома это может измениться, но в обычном состоянии Земля несет отрицательный заряд. Так что идет подпитка непрерывная. Связь со всем сущим. Когда мы ходим босиком и впитываем солнечный свет, работая в саду, это как подзарядка батарей. Мы себя чувствуем хорошо. Мы находим Святой Грааль в нас самих. В саду, как этот. Солнце. Если нет Солнца, это катастрофа, у тебя нет ничего. Так что Солнце. Да, я говорю Солнце. Так же, как и для людей. Мы нуждаемся в Солнце, мы солнечные антенны. Так что не стоит закрываться от Солнца. Ты получишь много энергии. Энергии бесплатной. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, что щедро делишься своими знаниями. Все приходит от Солнца. Абсолютно все. При участии Филиппа Фарера, режиссер фильма «Рено Канти», перевод с французского Ирина Горох, закадровый перевод «Зоя Янковская». Продолжение следует.